Спасибо, Бостон! Бостоны надели футболки с надписью «Бостон сильный». Этот слоган город использовал после терактов. «Ощущения просто потрясающие. В прошлом году я дошла до финиша за 20 секунд до того, как взорвались бомбы. Мой брат был в миле позади, так что он не закончил марафон. Великолепно, что в этом году я получила медаль. В прошлом этого сделать не удалось». «Это было просто незабываемо. Если вспомнить трагедию прошлого года, то мы заслужили сегодняшнее мероприятие. Мы тяжело ради этого работали. Ощущения удивительные». «Вернуться в качестве выжившего во взрывах в прошлом году и получить возможность пробежать дистанцию снова – это потрясающе». «Сегодня, думая о прошлогодних событиях, я ощущала боль. И я благодарна, что мы смогли быть здесь. Немного грустно, что так много полиции и мер предосторожности, но отлично, что сегодня мы пробежали марафон». Протяжённость бостонского марафона составляет 42 километра 195 метров. Обычно на мероприятие собирается посмотреть около полумиллиона зрителей. Первым к финишу пришёл американский легкоатлет, уроженец Эритреи Меба Кифлезиги. Его время – 2 часа 8 минут. Второе и третье места достались бегунам из Кении. Среди женщин победу также одержала кенийка Рита Джепту. Она добралась до финишной черты за 2 часа и 18 минут. Я решил приехать в Киеве в Киеве в Киеве. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова